вот так вот брей мышонок там заводится где есть код и притом до хера котов и все равно здесь мы его поймали на супер вкусный сыр все бывает в этой жизни даже когда вокруг миллион котов ну и что это здесь за красота у нас такая мы что это мы не ловим мы только кушенька текут и курочку да да вот а мы какие красивые скажу зачем зачем мы желаете вот так для красоты и пузик сладкий заяц сладкий за это нас вчера был очень сильный ветер и вот дерево упала прямо на провод оттуда со столба он идет и вон туда на тот стоп очень сильный ветер конечно был прям ураганный пришел на свое старое место немножко разгром это ветер постарался так в принципе все нормально столик стоит уже второй год и нифига ему не случается градусник никто не спиздил термометр никто не спиздил показывает он сейчас минус 3 примерно минус 2 минус 3 он немножко подбирает на 12 градусов поэтому в лесу-то и оказался в лесу ну что и наша весна нет весны как играют на год весь в снегу такое где весна такая хреновая весна я если честно думаю что в этом году мы уже снега не увидим но вот он сюрприз господа опа друзья и вот она весна наконец-то весна по мановение моей волшебной руки снег весь расставил ну и здесь с ним Сегодня у нас будет эпичная программа Будет большая курица Сжаренная на сковородке Целиком Такой обалденный рецепт Сегодня отличная погода Пасмурно немножко, тепло, градусов так 8 И это хорошо, это прям в самый раз Поехали 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 Вот наша замечательная огромная сковородка Тяжелая сволочь Килограмм полтора Пока дотащил Но у нее есть несомненный плюс У нее железная ручка Она не боится огня И на ней мы будем делать сегодня охренительную курицу Поехали 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, а что плохо весной? Ну давайте сейчас... Что плохо? Весной, летом... Ну, за нас! За вас! И за спецназ! И за Кавказ! Хорошо, сука Нигде так хорошо не пьется, как в лесу Че плохо, блин? Воды нет Речки здесь рядом нет Все высохло Лед растаял, воды нет Приходится сесть с собой тащить А это где-то примерно полтора килограмма воды Еще где-то полтора килограмма пива Еще где-то Та же курица полтора килограмма В итоге вот так вот Из еды, из воды только набирается почти около 10 килограмм Плюс сковородка, блин, здоровенная Больный рецепт классный Наконец-то весна Ну вы знаете, еще в принципе может быть Может быть снег Так как некоторые В какие-то из дней ночью минус 3 Значит ночью, если пойдет дождь, значит он пойдет не дождь, а снег Естественно, утром мы проснемся Опять зима Привет! Но Потом, естественно, плюс Это все растает Опять И вот пока на планете бушует вирус Все попрятались по домам И скоро Не останется никого И только один Уилл Смит с собакой будет ходить по пустым городам Ну что, друзья, вот наша курочка Так Давайте ее достанем Сегодня будем разделать курочку этим ножом Посмотрим, как он работает По Птице Надо очень аккуратно им работать И режем ее вот по этой линии Сюда до конца Можно прямо отсюда начать Неплохо он кости порезал Вот Так Теперь берем масло Масло не жалеем Масло надо много лить Чтобы оно прям плавало в этом масле Подсолнечное масло Вливаем Не жалеем масла Вот столько Примерно полбутылки 250 миллилитров где-то Теперь берем соль Всыпаем нашу курочку С другой стороны тоже Теперь специи Это набор специй Здесь все Здесь вообще все Все, что только можно представить Кроме Паприки Паприку мы сейчас Отдельно насыпем Теперь отдельно паприкой Посыпаем Сушеная паприка У меня здесь есть чесночок Дольки чеснока Вот Чистить не надо Прям туда Бросайте нахрен Не надо чистить Вот так вот нафиг Лук Лук Не надо чистить Вот так прям берете Вот так вот Вот так вот И бросайте прям сюда нахрен Вот эту жопку можно только отрезать С шелухой кидайте прям В этом весь цимус Все это расходный материал То есть это все отдаст курице сок Вкус Это мы есть не будем Ну и то, что все здесь В этих шелухе Это все Под большим Под большой температурой Все продезинфицируется Так что не берите В голову Вот Так Есть лимончик у меня здесь Половина лимончика Кладем сюда И Берем нашу Замечательную куру Так как мы ее разрезали Как мы помним Если мы помним Вот так, да Мы ее вот так вот и раскрываем Вот так вот раскрываем Получается у нас вот такая вот Вот такая вот Натюрморта Да Забыл, что здесь тоже нужно все Проперчить Блин Это я что-то Вот так вот Нужно вот это тоже Чуть-чуть Теперь Кладем все это В сковородку Вот она какая у нас Красавица и спортсменка И вот у нас получается Такой матюрморт Супер О И выдавливаем его На курицу Вот такая у нас красота получается Вот это Вот это Продолжение следует... 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 ветер есть снизу нету то когда совсем сильный то есть она сбивает эти деревья сбивают ветер мой отчим был подполковником еще тогда милиции сейчас уже полиция тогда еще милиции и только благодаря ему я не сел в тюрьму не смысле у меня отмазывал нет а в смысле что он научил меня как себя вести в разных ситуациях общение с ментами при допросах при намечающиеся драки ну и далее по списку и вот я хочу рассказать еще одну реальную историю которая произошла на самом деле ну конечно без фамилии без имен потому что их просто не помню ну вот на вас ну кушку под его ништяк идет ну так вот в одном дворе была песочница и одна женщина проходя мимо учула какой-то запах неприятный она позвонила ментам говорит вот здесь песочница какой-то неприятный запах похож на трупный и ей сказали труп есть трупа нет ну тогда извините будет труп вызывайте она позвонила во все службы как у какие только могла но никто не согласился приехать ничего нет значит ничего нет в итоге она пошла домой к своему мужу а муж в это время бухал сидел за столом с друзьями и бухал она подошла начала выедать ему мозг типа давай там в песочнице воняет никто не хочет приезжать сделай хоть что-нибудь в итоге она его достала а он был пьяный он встал взял батон колбасы и дал ей полу ну так играючи не сильно она от растерянности стала отходить назад споткнулась упала и сломала пятый и шестой позвонки в результате через пять минут она была уже мертва приехала по милиции мужика естественно повязали мужик охренел вот такая вот бывает случайность ребят толкать кого-либо бить кого-либо случайно даже даже просто вот дать по морде сами никогда не делайте этот удар этот толчок может стать для вас роковым человек упадет споткнется удариться виском об чоните или сломается без шеи и вам конец а вы всего лишь его чуть-чуть хотели проучить в итоге менты пошли конечно же в эту песочницу муж рассказал что за фигня и почему это произошло стали копать труп нашли труп но труд довольно странно во первых лежал он там уже больше месяца судя по экспертину судя по экспертному мнению судмед эксперт и он выглядел очень странно было ощущение как будто он утонул и лежал в воде примерно недели две ну или примерно две-три недели он лежал мышцы его набухли напитались водой стали искать кто знает кто может опознать там конечно уже была картина извините очень непрезентабельные в итоге узнать его было сложно но один человек все-таки узнал что это петя из того подъезда стали смотреть куда же делся петя с кем он ходил смотрели искали никто ничего не знает и вдруг кто-то все равно один нашелся кто сказал что да петя с васей уходили туда вот бухать пошли нашли васю а вася живет в этом же доме где чувак с колбасой дал по башке своей жене только друг на другом этаже пришли к нему дверь открывается инвалид в коляске инвалид в коляске не ходячий ладно бы он притворялся там да он типа я инвалид а сам уже давно ходит нет он реальный был реальный такой конкретный инвалид не ходил а этаж был на 5 или 7 труп в песочнице во дворе он хотя ничего не знаю вас с васи мы расстались мирно дружно и спокойно в итоге стали производить экспертизу у него у него в квартире и обнаружили следы крови от следы крови если вы не знаете и они очень их практически невозможно смыть даже если вам кажется что вы все смыли под специальным излучением под специальными химикатами все равно можно обнаружить следы крови в итоге на стенках обнаружили очень довольно таки много крови ну тут естественно его приперли к стенке и он рассказал как все было на самом деле вася с петей испокон веков работали в одном депо железнодорожном то есть на железной дороге вася или петя ну инвалид который вася шел шел по рельсам пьяный упал его переехал поезд и он лишился обоих ног поэтому стопроцентно инвалид ну а спите все нормально они значит встретились пошли к нему домой стали бухать ну естественно слово за слово встал такой конкретный вопрос кто для же для железной дороги сделал больше всего здесь на петь орал я больше всего вася горала я больше всего в итоге вася не выдержал взял нож и захерачиваем у прям сердце как вы догадываетесь они уже были не просто пьяные ну а просто в жопу пьяный потому сами понимаете нормальный человек в споре даже слегка пьяный он не свается за нож в итоге вася смотрит петя пиздец он так протрезвел слегонца и говорит думать что делать ну и взял налил в ванную воды положил петю в воду мариноваться потому что знал не знаю откуда он это знал он знал что мышцы в воде со временем разбухает и смягчаются набухает водой и очень мягкий становится ну как знаете как резина как подушка резиновая как мячик каучуковый и вот так вот мариновался наш петя в ванной недели три до тех пор пока запах уже стал настолько невыносимый и подозрительный то стал вызывать какие-то подозрения у соседей вернее мог бы вызывать уже о чем вася себе намекнул и понял что от трупа пора избавляться а зачем он его мариновал вот именно за этим в три часа ночи за заблаговременно перед этим вырыв яму во дворе в песочнице он тоже ночью чтобы никто не видел он ночью со своего балкона выбросил петю вниз а так как он уже был как каучуковый мячик он упал ему ни хрена не было поэтому не при не переломов нихера не было потом он спустился спокойненько на колясочке вниз оттащил его песочнице и зарыл также обернулся обратно вот такая фигня произошла в одном подъезде одного дома но только на разных этажах но можно сказать удалась курочка ребята да глубоко внутри не совсем пробеглась ну уж извините это не комфортно дома дожарим в основном грудка конечно ну что спасибо друзья что смотрели это видео и до встречи